Подготовку концепции туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» должны завершить в октябре. Напомним, губернатор Евгений Куйвышев поставил задачу создать у поселка Уралец курорт международного уровня. Сегодня у нас туристский поток примерно 200 тысяч в год – это «Гора Белая» генерит, порядка 50 тысяч – это такой достаточно хаотичный поток любителей сплавов. Задача поставлена увеличить поток и создать все необходимые условия для того, чтобы мы могли принимать в год не менее 500 тысяч гостей. Напомним, одним из инициаторов идей создания на горе Белой современного горнолыжного курорта в начале 2000-х был Эдуард Ростель. Экс-губернатор, ныне член Совета Федерации, включен в состав рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера. Я Белую гору рассматриваю не только как туристический вариант или спортивный вариант. Я отношусь еще к списку доминантов Свердловской области. 19 октября на заседании рабочей группы, которое прошло под председательством первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, утвердили границы и функциональные зоны кластера «Гора Белая». Региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова рассказала, что до конца года будет создана управляющая компания. Готовятся документы для передачи земель из федеральной собственности в областную. Президентам проекта будут предоставлены налоговые льготы. Это льготы по налогу на прибыль в форме инвестиционного налогового вычета в размере 90% от суммы вложений в объекты основных средств. Освобождение от уплаты налога на имущество организации в течение 10 лет. Льготы при применении упрощенной системы налогообложения в виде ставки в размере 0 для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и ставки 5% при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Леонид Гункевич представил концепцию развития туристко-рекреационного кластера. К разработке проекта привлечены специалисты канадской компании «Экосайн». Фирма участвовала в строительстве и модернизации более 400 горных курортов мира. Концепция предполагает, что на Белой одновременно смогут отдыхать 7,5 тысяч человек. Это будет очень широкий выбор не только горнолыжных занятий или сноуборда, но и других развлечений зимних на горе, сноутюбинг, летом это родыльбаны и прочие вещи. Мы возьмем лучший опыт для того, чтобы возник интерес у людей ехать сюда, а дальше уже оставаться жить, питаться, проводить досуг в выходные дни и даже отпускать. В планах строительство горнолыжной деревни, отелей, магазинов, ресторанов, спортплощадок и других объектов для семейного отдыха. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил акцентировать внимание не только на создании инфраструктуры. Должна быть в каждом проекте какая-либо изюминка. Эта изюминка должна в перспективе обрастать легендой. И только тогда мы действительно сможем сюда привлечь и туристов, привлечь группы людей, которым действительно будет небезразлично не просто съездить, сплавиться, не просто приехать, посмотреть на какие-то действительно красивые и очень привлекательные места, а погрузиться в то время и прикоснуться к тому времени, которое было 200 лет, 100 лет, 300 лет назад. В завершении заседания председатель рабочей группы вице-губернатор Алексей Орлов призвал ускорить все необходимые межведомственные согласования, чтобы быстрее приступить к реализации проекта.